Одной из основных тем ежемесячного оперативного совещания стала эпидемиологическая обстановка в муниципалитете, о которой доложил главный врач Видновской районной клинической больницы. На амбулаторном центре у нас на дому проходит лечение 1034 человека с подтвержденным ковидом. За неделю мы обследовали таких около 1000 человек. Также Бутай Бутаев отметил, что продолжаются вакцинации населения и выезды бригад узких специалистов в амбулатории округа. В ходе совещания сотрудники МЧС проинформировали о пожарной безопасности при строительстве новых парковочных мест и напомнили о соблюдении правил поведения на водных объектах в весенний период. Хотелось бы отметить, что на территории округа еще имеется ряд водоемок, у которых стоит лед. В связи с тем, что на уровне лодки порошило снегом, есть угроза, что кто-то может провалиться под лед и так далее. Хотелось бы обратиться в средства массовой информации, чтобы увеличить количество роликов в социальной рекламе по недопущению выхода на лед. Отчитались о работе, рассказали о наиболее проблемных темах начальники территориальных отделов. Очень большая проблема – это парковка маршрутных такси, автобусов, два ряда на улице Березовая. Тоже соцсети уже пошли, и большая проблема тоже обучилась. О подготовке к очередному заседанию Совета депутатов и вопросы, которые на нем будут рассмотрены, доложил председатель Совета Станислав Радченко. Мы ожидаем сейчас тесного контакта с финансовым управлением, чтобы нам доработать все поправки, потому что, собственно, у каждого депутата, как мы договаривались, должно быть некое видение, с которым он будет отрабатывать, в том числе и с жителями, что у нас в этом году остается, что придется подождать. Особое внимание Алексей Спаский обратил на месячник благоустройства, который стартовал 1 апреля, и призвал активно принимать в нем участие. Также на оперативном совещании были заслушаны доклады о проделанной работе сотрудников коммунальных служб, управляющих компаний и предприятий Ленинского городского округа.